МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барнауле восстановили работу автобусов номер 1 и 10 после забастовки водителей. Рано утром машины не вышли на линию. В мэрии прокомментировали ситуацию. Сбой в выходе автобусов на линию произошел из-за перехода на двухсменный режим работы. Также в администрации сообщили, что единица и десятка вышли на маршруты к 10 часам утра. Известно, что специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту вместе с руководством Горэлектротранса провели работу с коллективом предприятия. К другим темам Антону Шеломенцеву продлили срок ареста на полгода. Само дело бывшего вице-мэра Барнаула передали в другой суд. Напомним, первое заседание по уголовному делу против экс-чиновника прошло 1 августа. Дело Шеломенцева теперь будет рассматривать Центральный районный суд, а не Индустриальный. Также обвиняемому продлили срок ареста до 18 января 2025 года. Напомним, сейчас Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям. Получение взятки в 2 миллиона рублей от перевозчика Олега Бесчастного. Получение взятки размером 250 тысяч рублей от директора Томской компании за птипмост Дениса Илюшина. За покровительство компании при ремонте путепровода и отмывание денег свыше 1 миллиона рублей путем покупки автомобиля. Предприниматели края собираются в очередную бизнес-миссию. И на этот раз в Беларусь. Поездка состоится в ноябре. Шансом расширить свои возможности планируют воспользоваться многие представители малого бизнеса. Сейчас Беларусь наряду с Китаем, Казахстаном, Арменией и рядом других дружественных стран – одно из важных направлений экспорта. Что интересует белорусских партнеров и что подобные бизнес-миссии дают нашим предпринимателям смотреть в сюжете. Партнерские отношения Барнаульского химического завода и Беларуси начались 7 лет назад. Предприятие выпускает все для ремонта автомобильных и велосипедных шин, пластыри, клея и герметики. С недавних пор, а именно после прошлогодней бизнес-миссии Беларусь, сотрудничество стало более масштабным. Алтайское предприятие заключило договор с минской компанией МОКСИ. Компания работала и была заинтересована в поставках продукции, ну, скажем, таких брендов зарубежных – это Германия, Америка. И мы предложили свою линейку, альтернативную, которая как раз и разрабатывалась для того, чтобы поставлять на европейскую часть. Мы уже были на мере, договорились, включены были в Балканский регион, это Болгария, Чехия, Словакия. Уже планировалось поставки, но ситуация поменялась. И эта компания снилисовала именно качество этого продукта, потому что на уровне брендов. А цена, ну, это есть не. 5-6 компаний края традиционно участвуют в подобного рода бизнес-миссиях. Это не только Беларусь для поиска новых рынков сбыта продукции. Наши идут в Армению, Казахстан, Узбекистан, Иран, Монголию. Белорусы – давние партнеры, поэтому случаются реверсные бизнес-миссии. Это когда сначала мы к ним, а потом они к нам или наоборот. В реверсных бизнес-миссиях предпринимателей значительно больше, там, может быть, их и 20, и 30. Вот, если в общем посчитать, за все годы проведения бизнес-миссии у нас поучаствовало, ну, порядка, я думаю, 30 предприятий малого и среднего бизнеса. Основной профиль – это сектор АПК, то есть это продукция пищевая, напитки, но кроме того, это и косметика, БАДы. За последние пять лет, благодаря Центру поддержки экспорта региона и Центру «Мой бизнес», нашим предпринимателям удалось заключить с белорусскими партнерами более 50 контрактов. На несколько миллионов долларов. Кстати, Барнаульский химический завод и в этом году планирует участвовать во всех бизнес-миссиях, которые будут организованы. Есть план у нас зайти в Монголию, зайти в Азербайджан. Это вот ближайшие, которые реально просматриваются. Если нас повезут, то дальше предложат, там, если хоть в Африку, там, мы везде готовы. Благодаря новым партнерам, химическому заводу удалось нарастить объемы производства в планах модернизации оборудования. Как утверждает руководство предприятия, с прошлого года экспорт продукции за рубеж, в том числе в Беларусь, вырос в два раза. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Охранную фирму оштрафовали за гранату на вокзале Барнаула. В апреле этого года на Барнаульский железнодорожный вокзал пронесли муляж гранаты. Это был эксперимент, который провели сотрудники управления ФСБ. 2 апреля условный нарушитель спокойно пронес на перрон макет ручной осколочной гранаты. По итогу был составлен протокол об административном правонарушении. Новосибирскую охранную фирму оштрафовали на крупную сумму за то, что ее сотрудники все-таки пропустили на железнодорожный вокзал краевой столицы макет боевого припаса. Свалка в центре города вновь разрослась. Жители центрального района уже не первый раз обращаются с просьбой ликвидировать стихийную мусорку возле здания на Максима Горького, 44. В начале июля неизвестные начали складировать мусор прямо на газоне. Мы рассказывали об этой истории. Пару недель назад мусор убрали, но на днях стихийная свалка образовалась вновь. И с каждым днем она становится больше. Кто отвечает за чистоту данной территории, неизвестно. Мы отправили запрос в администрацию центрального района. Копала блиндажи, ходила в дозоры ценой своей жизни. Она спасла боевых товарищей в зоне СВО. Это история про дворняжку Варю. Варя попала к бойцам и щущенком и стала настоящим другом. На очередном задании Варя погибла. О ее подвиге теперь знает вся страна. Память о Варе увековечили и в Барнаульском парке. Подробнее об истории собаки героя расскажет Дмитрий Дроздов. Россия была, Россия есть. Этот взгляд и приподятые верхуши навсегда останутся в памяти у тысячи людей. Еще щенком Варя оказалась в зоне СВО. Она попала в артиллерийский батальон одной из мотострелковых бригад после того, как бойцы приютили ее беременную маму. Бойцы подкармливали Варю, заботились. Она же в благодарность вместе со всеми копала блиндажи, ходила в дозоры и на боевые задания. Эти животные рядом с нами, они приносят нашим военнослужащим частичку тепла, дома, быта. И когда смотришь на милую мордашку, всегда вспоминаешь домашний уют. 14 ноября прошлого года Варя отправилась с бойцами за снарядами. В какой-то момент собака услышала приближение дрона и стала громко лаять, предупреждая бойцов. Солдаты бросились в рассыпную, а Варя укрыться не успела. Осколок попал ей в живот. Умирала геройская собака на руках у солдат, которых она спасла от гибели. О подвиге Варя узнала вся страна. Я сегодня испытываю такой трепет, такое волнение, которые у меня в жизни были очень-очень редко. Но это событие настолько эмоциональное, настолько гордость за то, что мы смогли это сделать. И гордость за наших братьев меньших. За то, что они помогают нам, спасают нам, любят нас. И при этом ничего не требуют взамен. Теперь Варя будет встречать гостиниц зоопарка. Воплотить идею памятника взялся скульптор из Санкт-Петербурга Ярослав Барков. Отлили памятник из бронзы на заводе в городе Касли в Челябинской области. На открытие пришли сотни барнаульцев. Многие принесли цветы. А в конце в память о Варе в небо выпустили голубей. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Хорошо то, что хорошо кончается. 11-летний пудель Мартын снова дома. Напомним, недавно мы рассказывали историю собаки, которая сначала потерялась, а потом нашедшие ее люди не хотели возвращать пуделя хозяйке. Некая Ирина, которая и нашла Мартына, с ее же слов отдала собаку едва ли не первой встречной. Когда хозяева пуделя узнали, что он живет в другой семье, женщина перестала отвечать на звонки. Наконец, грустная история расставания завершилась счастливым финалом. Убедить Ирину вернуть животное настоящим владельцам оказалось непросто. Но теперь это свершившийся факт пудель, и хозяйка снова наслаждаются обществом друг друга. Более 120 участников, и у каждого за плечами несколько десятков километров на велосипеде по улицам Барнаула. Велоигра «Городские коты» в эти выходные охватила всю краевую столицу. Как прошел нашумевший велоквест, смотрите в нашем сюжете. Загадка звучит так. В 2003 году здание во время землетрясения получило трещину и с тех пор называется в народе «Титаником». Так городские котики отгадывают загадки и ищут нужные локации. Это могут быть исторические места, памятники, здания и арт-объекты. Обязательные условия велоквеста «Городские коты» – передвижение на велосипеде. Однако квест – это не только про педали, но и про эрудицию. Вот так вот это здание выглядит. У него там типа паруса. Сейчас будем пробовать зачекиниться. Прокатило. Прокатило? Если участник угадывает место и геолокация совпадает, выдается следующее задание. Кстати, время ограничено, но предусмотрены подсказки. Да и категории сложности маршрутов разные. Две категории легкие. Ребята ездят от площади Октября до речного вокзала. Другие две охватывают весь город. Так, например, категория «Уличный котяра» предусматривает оба игровых дня в каждом по пять часов игры. «У нас в нашей велоигре именно упор на историческую часть, на историческую составляющую. В игре как раз по вопросу истории помогал известный историк Данил Сергеевич Дегтярев, который составлял вопросы, придумывал, ну, совместно делали. Вот, то есть, вот такая вот идея. Так, я нашел точку. Это памятник кузнецу, но я пока не могу сориентироваться». Игру проводят второй раз, и она активно набирает обороты. В этом году участников почти в два раза больше, чем в прошлом. «Это все велосипедисты. По профессиям тут совершенно разные ребята. Есть врачи, преподаватели, работяги с завода. Совершенно разные». Возраст участников тоже разный. Так для семьи Светланы велосипед – это образ жизни. Поэтому сын научился крутить педали раньше, чем ходить. «Очень много интересных мест, в общем, исторических. Тем более, там в конце вопроса, то есть вопрос, когда ответ находишь, и есть такая сносочка, небольшая, краткая информация. И вот из этой информации очень много для себя открываешь». «Я очень сильно запомнила здание «Притрёх богатырей». То есть, для меня это просто было обычное здание красное, а оказывается, у него есть какое-то название. Задания были интересны, то есть, надо прямо было подумать. «Если ты не знаешь особо Барнаул, тут немножечко сложновато будет. А именно в катании, наоборот, это прямо удовольствие, что ты вот едешь куда-нибудь, вау, маршрут, надо туда поехать». Кстати, у организаторов уже есть новые идеи по улучшению игры и желание сделать её ещё более масштабной. Так что городские коты ещё обязательно выйдут на улицы Барнаула. Юлия Щепина, Владислав Ковалёв. День с толком. Бесплатное продвижение алтайских исполнителей – это не сыр в мышеловке, а местный проект «Посмотри на музыку». В нём уже успели поучаствовать несколько местных групп, в том числе «Комната культуры». Кто хочет показать провинциальную музыку всей стране, расскажет Данил Кузнецов. Песня про завод, которую исполняют на местном котельном заводе прямо во время одной из смен. Синтепан группа «Ваниль» тоже сначала посчитала эту идею шуткой, поскольку не слишком популярна для таких предложений. Разве что в Алтайском крае наслышаны про её музыку о провинциальном быте и чувствах. Однако теперь число слушателей может вырасти. Всё благодаря проекту «Посмотри на музыку». Почему именно мы предлагаем посмотреть на музыку? Потому что мы видим эмоции, те эмоции, которые передаёт исполнитель. Если смотреть на московский, например, рынок, действительно большая конкуренция. И чтобы хоть как-то наших исполнителей бустить, так сказать, мы этот проект тоже по этой причине тоже создали. Благодаря проекту можно не только посмотреть на музыку, но и узнать парочку интересных фактов об исполнителях. Так, к примеру, у комнаты культуры, которую знают по всей России, есть свои обряды. За пять минут до выхода обнимаемся, стоим, обмениваемся энергетикой, энергией, и говорим там некие слова друг к другу, поддерживаем. Проект «Посмотри на музыку» для исполнителей бесплатный. Не надо платить даже за аренду локаций, которые тут подбираются, исходя из репертуаров. Например, торговый центр или завод, который членам группы «Ваниль» знаком не только по одноимённой песне. Она вообще о неформальном человеке, то есть на завод приходишь, там какие мужчины? Мужчины брутальные, мужчины с коротко подстриженной, и пришёл туда я. Я пишу песни. В общем, пришёл такой неформал, у которого на голове больше волоса, чем 3 мм, и столкнулся с такими упорными взглядами. Чтобы показать свою музыку, необходимо подать заявку и пройти отбор. По словам Вячеслава Андросова, больше всего им нравится снимать группы с большим количеством инструментов. В будущем создатели проекта хотят сделать несколько выпусков в Санкт-Петербурге или Москве. Данёк Кузнецов. День с толком. И к новостям спорта. В Барнауле стартовал шахматный финал 12-летней спартакиады учащихся России. 16 сильнейших команд на протяжении недели будут определять лучших шахматистов. Какой регламент соревнований и каких регионов нашей сборной стоит по-спортивному опасаться, расскажет Дмитрий Дроздов. Барнаула. Черной раз стал точкой притяжения сильнейших спортсменов страны. Финалы по трём видам спорта. Кикбоксинга, гребли на байдарках и каное, а также шахматы пройдут на алтайской земле. Первыми шаг сделали шахматисты. В минувшие выходные в краевом шахматном клубе встретили сильнейшие игроки. 2008 и 2009 годов рождения из 16 регионов. У нас швейцарская система. Все команды распределены по рейтингу от 1 до 16. Наша команда 13-й стартовый номер играет с пятым. Пятый у нас Санкт-Петербург. Всего команды сыграют в семи турах. И уже после последних игр будут подсчитываться очки. И кто наберет наибольшее количество баллов, выиграет Спартакеаду. Сборная Алтайского края в первом туре уступила команде из Санкт-Петербурга. Однако нужно понимать, что турнир только начался. И всё ещё можно изменить. Каждый турнир по своему волнителю. Это сейчас командное соревнование, большая ответственность. Всегда хочется выступить как можно лучше. Поэтому первый тур особенно волнителю. Также свои победы в первом туре одержали команды из Москвы, Республики Татарстан, Свердловской и Новосибирской областей. Против этих сборных нашей команде играть будет тяжело, но родные стены помогут. Ежедневно начало партии в 10 утра, но стоит отметить, что все игры проходят без зрителей. Поэтому поддержать своих спортсменов можно на сайте Федерации шахмат Алтайского края. Там организована онлайн-трансляция игр. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.